Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов и мы продолжаем цикл об истории средних веков, третий сезон, где мы говорим об истории Британии, сейчас мы уже шли до высокого Средневековья и говорили в прошлый раз о Нормандской династии, но она завершилась и теперь о становлении дома Плантагенетов. Я напоминаю, что у меня есть сообщество на сайте Patreon. Присоединяйтесь, поддерживайте мой проект пожертвованиями от одного доллара в месяц. Это Patreon.com, касая VAL, подчеркивание KHO, KHLOV. А также подписывайтесь на мой канал в YouTube, он называется также по моему имени Валхофлог, VAL, пробел, KHO, KHLOV. Источником для вот этой части цикла является книга в истории феодальной монархии в Англии и Франции 11-12 веков. Собственно, сейчас мы находимся на середине 12 века. Король Генрих I умер 1 декабря 1135 года. Это последний представитель Нормандской династии. Его сын и наследник Вильгель Магделин погиб еще в 1120 году. Довольно близким к Генриху человеком был его племянник Стефан Дюблуа, сын его сестры Аделы. Стефан был посвящен Генриху рыцарю, сражался на его стороне, выполнял другие поручения в борьбе против Вильгельма Клитто. Вильгельм Клитто это племянник Генриха I, сын его старшего брата Роберта и в общем-то законный наследник по-хорошему и в Нормандии и Англии. Ну а вот и кстати говоря Вильгельм Клитто поддерживал король Франции. А дом Блуа был естественным союзником Генриха, потому что он противостоял королям Франции, а также противостоял графам Анжу, которые были тоже вот такими естественными врагами герцогов Нормандии. Но после гибели сына у Генриха I оставалась еще дочь Матильда. Она была замужем за императором Священной Римской империи Генрихом V и поэтому в историю вошла как императрица Матильда. В 1125 году Генрих V умер. И король Англии делает неожиданный ход. Он организует брак Матильды и Жофла Апланта Генета, сына графа Анжу Фулька V. Вскоре Фульк отъезжает в Святую Землю, он присоединяется к крестоносцам и женится на наследнице Иерусалимского королевства, становится Иерусалимским королем. А вот его сын Жофла Апланта следует графства Анжу, Мен и Турень. Жофла был намного моложе Матильды, ну к тому же она весьма гордилась своим статусом императрицы, но сама по себе она не могла реально на что-то претендовать. Но вот когда получила ресурсы мужа, а графство все-таки Анжу, Мен и Турень это были графства достаточно важные и богатые, значит шансы Матильды возрастают. Тем не менее Стефан располагал значительной все-таки поддержкой в Англии, он долгое время жил при дворе Генриха, воевал на его стороне. А Анжуицы были противниками Нормандии, такими старыми противниками. И вот хотя король Генрих заставил Стефана присягнуть Матильде и Жофла, когда Генрих Первый умер, то Стефан быстро переправляется через Ла-Манш и спешно коронуется примерно по той же схеме, что и сам Генрих Первый. И вот я напомню, что Генрих Первый захватил трон Англии в ущерб своему старшему брату Роберту. Значит вот, младший брат Стефана был епископом Винчестера, а сам Стефан щедро раздавал обещания как церкви, так и знати, и даже жителям Лондона в надежде получить их поддержку. Впрочем, как и сам Генрих Первый в свое время. И вот в итоге Стефан был провозглашен королем Англии, спешно коронован. И начало его правления в целом было успешным. Матильда и Жофруа воевали во ржу, с ними были лояльные им английские силы. Старший брат Стефана Теобальд, потому что Стефан-то не был старшим в своем роде. Вот у него был Теобальд, старший брат, граф Глуа. И его хотели бы поддержать нормандские обороны, но Теобальд просто опоздал. Вот пока он туда добрался из Блуа, его поставили перед фактом, что младшего брата уже короновали. Значит, также Стефан отразил первоначальные набеги со стороны Штландии и Уэльса. Но в 1138 году в Англии начинается восстание оборонов во главе с Робертом Эрлом Глостера. Это незаконорожденный сын короля Генриха I. Значит, Роберт поддержал свою слотную сестру Матильду и в дальнейшем стал лидером ее партии в Англии. Матильда высадилась на юго-западе Англии, где ее поддержка была наиболее сильная. А Стефан все-таки контролировал большую часть страны. Значит, в 1139 году Стефан неожиданно осадил сам, где находилась Матильда. Взял ее в плен. Но вскоре выпустил. Ну, такой благородный жест. Через два года сам Стефан в 1141 году в битве при Линкольне был пленен Робертом Эрлом Глостера. И вот, казалось, первая фаза войны завершилась победой Матильды. Она нашла поддержку даже у младшего брата Стефана, вот этого епископа Генриха. Значит, готовилась коронация. Но жители Лондона не поддержали Матильду. Даже изгнали ее из города. Далее ситуация развернулась. Стефан был в плену. Значит, но у него была жена. Жену звали тоже Матильда. Чтобы не путать с императрицей Матильдой, ее называют Королева Матильда. Значит, так вот, Королева Матильда восславила борьбу партии своего мужа. Сумела нанести поражение армии императрицы Матильды. Винчестера. А Роберт Глостовский попал в плен. И в конце 1141 года стороны, ну, взаимно обменялись пленными. То есть, получили свободу и король Стефан, и Эрл Роберт. Значит, ситуация стала патовой. Ни одна из сторон не могла одолеть другую. Англия погрузилась в анархию. Страну разоряли отряды. Ну, это вот такие войны того периода. Небольшие отряды, которые там ходят по стране. Локальные стычки, постоянные, какой-то постоянный хаос. Значит, знать чувствовала себя независимо. Там ее никто не контролировал. Королевская администрация была бессильной. Иначе обстояли дела в Нормандии. Пользуясь тем, что Стефан плотно увяз в Англии, муж Матильды, Жоффроа Анжуйский, в 1142-1143 годах постепенно захватывал земли герцогства. А в 1144 году объявил себя герцогом Нормандии по праву завоевания. Ну, правда, отделение Нормандии от Англии стало недолгим. Дело в том, что в 1149 году и сам Жоффроа и императрица Матильда отказались от прав на герцогство в пользу своего сына Генриха, которого также признал герцогом Нормандии король Франции Людовик VII. А вот в 1151 году Жоффроа умер. И Генрих получил Анжу Мен Турень и веские права на корону Англии по праву своей матери, императрицы Матильды. У Стефана же дела шли совсем плохо. Но ему повезло. Во-первых, в 1147 году умер Роберт Глостерский, лидер партии императрицы Матильды в Англии. Во-вторых, в том же году Генрих Плантагенет попытался высадиться в Англии, но потерпел неудачи из-за нехватки денег. И король Стефан даже так благородный такой жест сделал. Он помог Генриху деньгами, чтобы тот вернулся во Францию. Ну, а в-третьих, в 1147 году начинается Второй Христовой поход. Многие представители знати отбывают всю эту землю. Так что Стефан на какое-то время смог сохранить статус-кво. Хотя вот его администрация была крайне слабой. Такое очень неустойчивое правление. В 1153 году Генрих Плантагенет, к тому времени уже герцог Нормандии, граф Анжу Мена Турени, вновь усаживается в Англии. Но бароны устали от бесконечных вот этих войн. Они не хотят воевать ни за одну из сторон. Стефан и Генрих вынуждены садиться за сполпереговоров. Но у Стефана был старший сын и наследник. Его звали Эстаж. Вот этот Эстаж горел желанием продолжить борьбу. Вот интересно, кстати, если бы он таки смог одержать победу, он был бы в Англии тогда король Евстахий. По-моему, не было таких королей ни в одной европейской стране. Ну, имеется в виду с таким именем. Но тем не менее, вот этот молодой человек, достаточно горячий, который хотел обеспечить себе корону и право представленного наследия, неожиданно умер. И вот его смерть сломила старого короля Стефана. Он потерял всякую волю к продолжению борьбы. Знал Генриха своим наследникам. А Генрих со своей стороны согласился не форсировать события. Ну, и как бы вот он наследник. А король Стефан, пока он жив, он сохраняет корону. Ждать пришлось недолго. 25 октября 1154 года король Стефан скончался. И на трон Англии взошел Генрих II Плантагенет. Ну, Генрих II, это, безусловно, величайший правитель Европы второй половины 12 века. Получив в 1149 году Норманию. Унаследовав в 1151 году Анжу Мен Турень. Далее, женившись в 1152 году на герцогине Аквитании и Гасконе Элеоноре. И, наконец, получив корону Англии в 1154 году, видите, как все быстро происходит. В 1154 году ему только 21 год. Он уже все это получил. И стал самым сильным, богатым и могущественным монархом Западной Европы. Правил своей империи, вот этой Анжуйской империи, он 35 лет. И, кроме вышеупомянутых земель, также захватил юго-восток Ирландии и взял под фактический контроль герцогства Британии. Вот хартия, которую Генрих II издал по поводу своей коронации. Генрих, божьей милостью король Англии, герцог Нормандии и Аквитании, граф Анжу, приветствует всех своих графов, баронов и верных, французских и английских. Да будет вам ведомо, что во славу Бога и Святой Церкви я пожаловал и возвратил, и настоящий в своей хартии подтвердил все пожалования и дарения, вольности и свободные культюмы, которые король Генрих, мой дед, им дал и пожаловал. Также еще я делаю отмену и жалую уничтожение от себя и от своих прямых наследников всех дурных обучий, которые он уничтожил и отменил. А посему я хочу и крепко приказываю, чтобы Святая Церковь и все графы и бароны, и все мои люди имели и держали все эти культюмы и дарения, и вольности, и свободные обучий, свободно и спокойно, хорошо и мирно, полностью от меня и от моих прямых наследников. Для себя и для своих прямых наследников, также свободно, спокойно и полностью во всем, что король Генрих, мой дед, им дал и пожаловал и подтвердил своей хартии. То есть устанавливает такую преемственность с Генрихом Первым, своим дедом, противообставляя как бы предыдущее правление Степана, так же как и правление предшествовавшее Генриху Первого, правление Вильгелия Марыжева, как такие дурные правления, после которых надо восстановить мир и спокойствие. С самого начала мы также видим, что Генрих Второй рассматривает свои владения как империю, которую он собирается управлять на основе этих принципов. Ему довольно быстро удалось утихомерить Англию, укрепить ее границы, замерить уэльских князей и королей Шотландии. Ну и вот в его правлении начинается первая экспансия английских королей в Ирландии. Но большую часть своего правления Генрих Второй провел на материке. Это был действительно космополит, кстати, как и его сын Ричард Львиное Сердце. Он владел несколькими языками, латынью, французским, провансальским, ну или окситанским, итальянским, но при этом не знал английского. И Генрих Второй и Ричард Львиное Сердце опирались на способных придворных из разных частей своей империи, на нормандцев. Томас Абек это Рауля Дюванвиля, Вильгельма Лоншама, Ричарда Дю Люси, англичан Вильгельма Маршала, Рауля Гланвиля, Бутие Кутанского. Современник Генриха Второго Петр Гуаски оставил такое описание короля. Это человек с рыжеватыми волосами, среднего роста, лицо у него львиное, четырехугольное. Его ноги, какие бывают у кавалериста, широкие огруппинки, атлета, выдают человека сильного, ловкого и смелого. Одежда и прическа его удобные, без всякой роскоши. Он борется с тучностью, которая ему угрожает, при помощи умеренности и упражнений. И благодаря ходьбе и езде верхом он сохраняет свою молодость и утомляет самых сильных своих спутников. С утра до вечера, без остановки, он занимается делами королевства. Очень трудно знать, где он находится и что он будет делать в этот день, так как он часто меняет свои намерения. Он подвергает жестокому испытанию выносливость своей свиты, которой приходится иногда проблуждать 3-4 мили по незнакомому лесу ночью и спать в грязных лачугах. Но таким образом, в то время как другие короли почивают в своих дворцах, он может застать врасплох и привести в замешательство своих врагов. И он за всем наблюдает, особенно стараясь удивить тех, кого он поставил судьями над другими. Когда он не держит в руке луп или меч, он находится в совете или занят чтением. Это довольно такое комплементарное описание. При этом Генрих II был великим развратником, подключался суетливостью, неспособностью оставаться в покое. Ему были свойственны припадки ярости. Кстати, это мы будем видеть и на примере его детей. Вот именно эти негативные черты привели к двум ключевым событиям его царствования. Убийству Тома Царбекета и войне с сыновьями. Генрих в своей коронационной хартии ни слова не сказал об избрании, о том, что он избран народом, как вот его предшественники. Он продвигал позицию, что он король божьей милостью. Это представляло разительный контраст с королем Степаном, который смиренно признавал, что обязан короны избранию церкви и народа. Генрих пытался править всем, в том числе и церковью, железной рукой. И вот он вступил из-за этого в открытую борьбу с Томасом Бекеттом, архиепископом Кентерберийским. Сам Томас изначально был другом Генриха, затем стал его канцлером и убедил короля назначить его архиепископом в 1162 году. Безусловно, это был человек умный, способный, но вот после назначения Бекетт зазнался, стал проявлять негативные черты своей личности, надменность, сварливость, несговорчивость. Этим он оттолкнул от себя других епископов и баронов. И вот в годы после учреждения церковного суда, это было еще привилегии на завоеватели, наметилась следующая негативная тенденция. Это учреждение стало постепенно злоупотреблять своими полномочиями, потому что они покрывали виновных клириков, которых должны были судить. И в спорах клириков с мирянами вставали на сторону клириков, особенно в делах имущественных. Когда был имущественный спор между церковью и мирянином, церковные суда вставали на сторону церкви, и таким образом собственность отнимали у мирян. В общем, были очень люди недовольны этими всеми церковными судами. Чтобы устранить злоупотребление, в 1164 году были составлены Кларидонские постановления, или так называемая Кларидонская конституция, которая ограничивала компетенцию церковного суда. Так вот, Томас Беккетт отверг эти постановления. Когда король, опираясь на Курию, согласие других епископов, обвинил Томаса Беккетта в измене и клятву преступления, и тот бежал из Англии. Долгое время ситуация была патовой, но в 1170 году Генрих II захотел короновать старшего сына Генриха Молодого, или Генриха Молодого Короля. Тому тогда едва исполнилось 16 лет, и вот Генрих II хотел сделать его своим соправителем. В принципе, практика для Капетингов была обычная, для Англии не очень обычная, но Генрих II заболел и хотел обеспечить престолонаследием. Но для этого, для коронации требовалось присутствие архиепископа. И вот король Томас Беккетт вроде как помирились, достигли некоторого соглашения. В 1170 году Томас Беккетт вернулся в Англию, и тут же отлучает он трех сторонников короля от церкви. И вот Генрих в сердцах воскликнул, каких жалких трудней предателей я выкорнил и вырастил в своем доме, что они позволяют какому-то священнику низкого происхождения так непочтительно и с презрением относиться к своему господину. Ну и в итоге четыре рыцаря появили излишнее рвение. Они пришли в Кентерболе, в собор, и 29 декабря 1170 года в алтаре Томаса Беккетта убили. Но Генрих вряд ли хотел такую развязку, потому что непопулярного при жизни Томаса Беккетта тут же объявили мучеником. И королю пришлось идти в церкви на уступки, в частности отменять эти клавидонские постановления. И в итоге он больше проиграл, чем выиграл. Далее. Генрих II в 1173 году рассорился со своими сыновьями. Генрих молодой после коронования рассматривал себя как соправитель. Хотел получить свой кусок власти, но отец не собирался ему ее давать на самом деле. И к тому же Генриха молодого воспитывал Томас Беккетта, и убийство сильно повлияло на юношу. Ричард, следующий сын, обиделся на отца за то, что тот сделал своей любовницей его невесту Аделаиду, сестру короля Франции Филиппа Абдуста. При этом Ричард с 1172 года был герцогом Ахритани, ему как раз 15 лет исполнилось тогда. И он был любимцем своей матери Элеоноры, которая его во всем поддерживала. И наконец Жофруа, еще один сын, он должен был стать супругом наследницы герцогства Британии. Ну сам Генрих этого добивался, но когда дело уже дошло до того, что там герцог Конан в 1171 году умер, и герцогца наследовала его старшая дочь Констанция, то со свадьбой сына Генрих II не спешил. И Жофруа был недоволен, он хотел уже вступить в права герцога Британии. Значит, и таким образом с Генрихом II остался лишь младший сын Иоанн Безземельный, которому на то время было всего 5 лет. И казалось, что Генрих II обречен, потому что на континенте Генрих молодой, вошел в Союз с короем Франции Людовиком Смым. Их объединенная армия осаждала Руанн. Восставших сыновей короля подбежал граф Ландрио, у него была база поддержки в Британии, в Пуату. На север Англии напал король Шотланды. Но Генрих II выставил. Дело в том, что он контролировал большую часть Англии, и что особенно важно порты. Ему сохраняла верность Анжу, которая лежала между Пуату, Британией и Нормандией. Причем в Нормандии многие обороны также были лояльны Генриху. Энергично перемещаясь между севером и югом, король успевал отбиваться от ударов со всех сторон. Его люди захватили в плен короля Шотландии на севере Англии. Затем сам Генрих II снял осаду Руана, разбил Людовика VII. И в августе 1174 года это произошло. И после этого он вынудил Ричарда Львиное Сердце искать мира с собой под угрозой отнять Аквитанию. И условиями мира было то, что Ричард Львиное Сердце сохранил несколько замков в Пуату и половину доходов от Аквитании. Вскоре Генрих Молодой также пошел на мир с отцом, на условии, что ему дадут половину доходов в Нормандии. Жоффро добился брака с Констанцией, правда не сразу, только в 1181 году. После этого стал по праву жены герцогом Британии. Впрочем, к тому времени он больше дружил с королем Франции, будущим королем Франции Филиппом Аквустом, и играл на его стороне. А вот свою жену, Леонолу Генрих II, не простил. И держал в заточении на протяжении долгих лет, аж до 1189 года, в самой своей смерти. А когда младший сын любимец короля Иоанн более-менее подрос, в 1177 году Генрих II дал ему титул лорда Ирландии, и туда началась экспансия англо-норманских баронов. Но, впрочем, Иоанн в плане дипломатии, государственного строительства не очень был успешен, и вот даже в зрелые годы. А тогда, в 1177 году, ему было 10 лет всего лишь. С заданием завоевать популярность у ирландцев он не справился. Тогда, даже когда, вот в 1185 году, старый Генрих уже хотел короновать вот этого любимого младшего сына королем Ирландии, то Иоанн там был настолько непопулярен, что коронацию пришлось отменить. Вот в 1182 году началась война между сыновьями уже короля. Генрих Молодой требовал, чтобы герцогства Нормандия было его и больше доходов, чтобы ему принадлежало. Но вот отец ему отказал, хотя увеличили его содержание. Но тогда Генрих Молодой потребовал омажа у своего младшего брата Ричарда за окритание. А Ричард сказал, что не будет приносить омаж, потому что на каком основании тот ему не семью. Между братьями началась война. А Генрих пользовался поддержкой ряда баронов о критании, которые были недовольны правлением Ричарда. И также на эту сторону стал Жофруа, их третий пар. Эта война быстро закончилась, потому что в 1183 году Генрих Молодой заболел и умер в ходе этой кампании. А Генрих Второй, используя находившегося у него в плену герцогиню Ритании Леонору, вынудил Ричарда уступить герцогские замки, потому что угрожал в противном случае отнять права на наследование Нормандии и, возможно, Англии. И передать их Жофруа. А Жофруа трагически погиб на турнире в 1186 году. Это, кстати, сыграло роковую роль косвенного в судьбе Анжуйской империи, потому что Британию наследует его посмертный сын Артур, вот сын Жофруа и Констанции. Вот именно печальная судьба этого мальчика, которого захватит и, по всей видимости, убьет Иоанн безземельных в 1203 году, она даст повод по августу начать разрушение империи Плантагенетов. Но это будет еще не скоро. Сам король Генрих Второй умер 6 июля 1189 года, и все владения Анжуйской империи без проблем переходят Ричарду Львиное Сердце. Мы знаем Ричарда как вот такой архетип рыцаря высокого средневековья. Это действительно очень легендарный король. И вот Генрих Второй на самом деле был не популярен среди рыцарства. Он был скуповат, он не особенно любил турниры, всякие празднества и больше занимался скучными с точки зрения аристократии государственными делами. А вот его сыновья, и Генрих Молодой Король, и Ричард, они были блестящими рыцарями, любимцами аристократии. Вот такими. Вот это же расцвет высокого средневековья, самый его пик. И они, конечно, такие вот прям представители, как мы все представляем, блестящие рыцари. Вот сам Ричард Львиное Сердце был похож на отца внешне, но только он был выше и стройнее. У него был пылкий и буйный характер. Он мог быть великодушным и благодетельным, но также мог быть мстительным и жестоким. Он был любимым сыном Элеонора Аквитанской, и он впитал в себя аквитанский средиземноморский дух. Он любил развлечения, любил пышные наряды, сочинял стихи на провансальском, ну или же окситанском языке. Вот такой рыцарь, трубадур, жизнелюбивый. Такой, ну прям вот идеал рыцарства. При этом мы говорили в выпуске, посвященном третьему крестовому походу, что Ричард был очень хорошим военачальником. Наверное, одним из самых лучших в средние века. Он смыслил хорошо и в тактике, и в стратегии. Он поднимал моральный войск, вел их за собой. Такой вот прям идеальный. И рыцарь Рюбака, и генерал. Все сочеталось. Как военачальник. Он был очень серьезный, но он был плохим дипломатом. В части государственной деятельности, хотя способности у него были, но ему не доставало усердия. Ему не нравилось уделять много времени управлению государством, юридическим реформам. И еще при жизни Генриха II вот этот старый король решил отправиться в третий крестовый поход. Ричард сразу после коронации взял на себя эту обязанность. Причем в поход отправился вместе с королем Франции Филиппом Августом. Но события 1190-1192 года мы уже рассматривали. Это действия в Сицилии, захват Кипра, кампания в Святой Земле. Мы отсылаю к тем выпускам первого сезона. На обратном пути, опять же, как вы знаете, наверное, Ричард был захвачен герцогом Австрии Леопольдом Бабенбергом. Он был в плену и смог получить свободу лишь в 1194 году. Это как бы завершило первую половину его царствования. Все он царствует 10 лет, вот 5 лет завершаются в 1194 году. Ну а дальше мы посмотрим, как продолжалось царствование Ричарда I Львиное Сердце. За время отсутствия Ричарда в Англии его брат Иоанн сблизился с Филиппом Августом, который вернулся из Святой Земли раньше Ричарда и под шмок начал захват некоторых земель в Нормандии. Принц Иоанн со своей стороны интриговал против брата в Англии, но это весьма ярко показано в знаменитейшем романе Вальтера Скотта Айбенга. Впрочем, писатель преувеличил роль Иоанна. У Ричарда была сильная королевская администрация. Канцлер-нормандец Вильгельм Лоншам правил как регент, вызвал недовольство своей алчностью. Вот Иоанн как раз этим воспользовался. Заигрывал с лондонцами, требовавшими предоставить им права коммуны со знатью, с церковью. И в итоге Вильгельма Лоншама изгнали из Англии. Регентом объявили Иоанна. Но при этом юстициариям был признан, назначенный еще Ричардом архиепископ Руана. И вот именно этот человек стал управлять королевством, опираясь на авторитет матери Ричарда Элеонора Киртанской. По возвращении Ричард ввязался в долгую войну с Филиппом Августом за возвращение земель в Нормандию. Ну вот это была локальная, конечно, война. Она шла с переменным успехом. В ее ходе на герцогство был, кстати говоря, наложен интердикт. Именно как раз на Ричарда. Как пишет летописец, незахороненные тела умерших лежали на улицах и площадях городов Нормандии. Ричард, как мог, укреплял линию обороны, потому что Филипп там в ней уже какие-то бреши пробил. В частности, Ричард возьмел знаменитый замок Шато-Гаяр. Ну это один из красивейших на то время замков Европы. В 1198 году Ричард взял себе девиз. В качестве девиза вот была фраза «Dieu et mon droit» «Бог и мое право». И вот этот девиз до сих пор используется королями Англии. В следующем, в 1199 году против Ричарда восстал иконт Лемузена. Это было в марте. Вот в Великий пост как раз Ричард начал против него действия. Ну вот это была как бы не очень сложная кампания, не очень большая. Но вот при осаде какого-то незначительного замка Шалюша-Броль королев в плечо попала стрела из арбалета, началась гангрена и Ричард Львиное сердце умер на руках матери 6 апреля 1199 года. В принципе, это вот было началом быстрого конца Анжуйской империи. Но прежде чем переходить к дальнейшим событиям, давайте посмотрим на то, как управлялась Анжуйская империя в правлении Генриха II и Ричарда I. Как и при Генрихе I, местными делами продолжают заниматься сотни, еще с англосаксонских времен, и курии графства, то есть Шира, во главе которых стоят шерифы, то есть Ривы Шира. Это все еще с до нормандских времен, сохраняется. В начале правления Генрих II раздал много должностей шерифов местным баронам, но с 1170 года крепко ограничил их самоуправство, жестко подчинив их королевской курии. На местах шерифы играли роль главы исполнительной власти и частично вершили суд. Они собирали налоги, исполняли приговоры судов, арестовали правонарушителей, разбирали сами дела о кражах и побоях, выполняли поручения короля. Далее шла королевская курия. Это вот совет короля про образ будущего правительства, хотя на то время в нем еще нет четкого разделения на законодательную исполнительную власть, но это вот скорее центральная исполнительная власть. В нем есть что-то от континентальных курий и от англосаксонского ритангемота. Но вот общее собрание курии могло насчитывать более тысячи людей. Там выделяется уже малый совет, консилиум или колоквиум. Тогда же с 1170 года Генрих начинает внедрять институт доверенных людей. Это вот наподобие миссии Карла Великого. Они тоже разъезжают по королевству, следят за тем, чтобы шерифы работали честно. Главным лицом в курии на то время был великий юстициарий. Фактически это глава исполнительной власти. Сохранялся также институт дворца или отеля. Это институт, который обслуживал собственно монарха, его семью. Одной из частей была канцелярия. По главе стоял канцлер. Он хранил королевскую печать, следил за документом воротом, а в случае надобности канцлер помогал составлять письма и указы короля. Сохранялась конечно же палата шахматной пески. Она имела роль финансового центра. Формально говорят о заседании королевской курии в палате шахматной доски. Так это звучало. Но технически речь уже шла о возникновении бюрократических структур. В особенности была нижняя палата. Это казначейство. Более древний институт. Во главе этого института стоял казначей. Там еще были клерк, два шамбеляна или чемберлана и два рыцаря, которые им помогали. Они все следили за казной, принимали поступление денег от шерифов и так далее. Казначей и шамбеляны входили и также в верхнюю палату наряду с юстициарием, канцлером, назначенным королем советниками из числа высшей знати. Вернее, не советниками, они назывались баронные палаты шахматной доски. Верхняя палата по сути была счетной палатой. Она следила за правильностью поступления, расходования оказаны, также разбирала спорные финансовые дела. Генрих II существенно изменил судебную систему королевства. С 1176 года были вот эти разъездные миссии. Они упоминаются в пайпроулс, называются они там разъездные юстициарии. Они вершат на местах королевский суд. Изначально вообще предполагалось, что они будут вершить тяжбы корону, то есть судят дела, в которых есть интерес корон. Но быстро начинают они брать на себя председательство в Курии графства когда там находится и уже через два года с 1178 года появляется Капиталис Курия Регис. Это институт, который отличается от просто Курия Регис. И в него входят не бароны уже, а чиновники. Это были пять испытанных юристов, три клерика и два мирянина. И они судят именем короля. И это заведение вскоре превращается в так называемую королевскую скамью Кингсбенч. Становится судом при дворе короля. Таким образом в Англии происходит переход от феодальных судов к единой вертикали королевского суда. Это происходит на сто лет раньше, чем во Франции. Значит Нормандия в целом управлялась всему подобно Англии. Это не случайно. Мы знаем, взаимопроникновение лучших практик государственного управления в своих землях. В Нормандии действует герцогская курия, палата шахматной доски действуют разъездные судьи. Королевская канцелярия была общей, чаще всего ее возглавлял выходец из Нормандии. В самом герцогстве существовал собственный отдельный от Англии Кравчий, Каментабль и Сенешаль. Значит Сенешаль или Великий Сенешаль был главой исполнительной власти, фактически вице-королем Нормандии. С 1178 по 1200 годы Сенешалем был Вильгельм Фицераум. До Плантагенетов местное управление в Нормандии принадлежало виконтам, то есть вице-графам, но вот Генрих II вводит институт Бальи. Это чиновники наподобие английских шерифов. Значит в начале 13 века вот эту идею заимствует Филипп Агуст. Он ведет институт Бальи в таком формате и во Франции, а дальше мы видим проникновение института Бальи в этом смысле везде. Это святой землею. В Треции государства крестоносцев было, так что это популярная такая реформа. Значит следующая часть Анжуйской империи это собственно Анжу, Турень и Мэм. Графства, которые Генрих II наследуют от своего отца. Его личная область там была особенно крепка, потому что это его родовые земли. Но в плане государственного правления они были менее продвинуты, чем Нормандия и Англия. Вот эти три графства по всей видимости были ближе к оригинальной феодальной модели. В них была сильно местная знать. Роль чиновников Прево Бальгии местных Сенешалей была ниже. Но единственным исключением стал Сенешаль Анжуй. Вот это такой чиновник, офис именно, который в то время заменял графа Анжуй во время его отсутствия. Но поскольку граф Анжуй стал герцогом Нормандии, королем Англии, то в Анжуй он находился уже мало. И соответственно Сенешаль Анжуй председатель стал вице-королем и не только в Анжуй, но также в Мэне и Турене. Кстати говоря, Иоанн Беземельный сделал пост Сенешали Анжуй Мэне и Турене наследственным в роду Дерош. И он совершил крайне необдуманный поступок, как мы увидим далее. Аквитания была своего рода мини-империей, потому что она состояла из весьма разнородных частей. Ну вот на севере это Пуату, дальше там был Лемарш, Зен, Оверн, Перегё, а на самом юге это Гасконь, то есть очень разные земли. И по государственному управлению она ближе других владений плантагенетов была к изначальной феодальной модели. И вот практики государственного управления в ней были менее всего развиты. Герцог Вильгельм Десятый отец Элеоноры был типичным феодальным правителем, который не опирался ни на какие институты публичной власти. Связи между ним и его вассалами были исключительно двусторонними, контрактными. И поддерживать их можно было лишь личным присутствием и наличием сильных замков, которые контролировали территорию. Ричард Львиное сердце стал герцогом соправителем Ахвитании. В 1172 году большую часть жизни провел именно в этом герцогстве. Плюс сама Элеонора правила родными землями беспрецедентно долго, с 1137 года до своей смерти в 1204 году, то есть 67 лет, если я правильно посчитал. Значит, графство Пуату было родовыми землями рода Раймульфидов, то есть это дом, последней представительностью которого была собственная Элеонора. В Пуату было множество замков, много воинственных и буйных вассалов, и вообще это графство ослабил своей неверностью, необходимостью постоянно там быть в будущем событии и все контролировать. Генрих Второй попробовал дать управление Пуату Семишалю, англичанину, графу Солсбори, так вот его в 1168 году убил Гуго де Лузиньян. И тогда вот Генрих Второй нашел хорошего человека для управления графством, и при нем, и при Ричарде Семишалем Пуату был Петр Бертен, который держал графсов в ежовых рукавицах, но сам был бесконечно предан плантагенетам. В остальной части Аквитании, где были собственные графы и виконты, дела с управлением обстояли сложнее. Это старая феодальная знать, она была более древней и могучей, чем на севере Франции, и она отнюдь не хотела принимать на себя тяжец королевской администрации. Графы Ангулема, Ламаш, Перегио, виконты, Туара и Лиможа были опасными противниками плантагенетов в укреплении государственной власти. Вот этим еще в конце XII века умело пользовался Телепартуф. Он вбивал клин между аквитанской знатью и герцогами и в итоге этому он способствовал крушению Анжуйской империи. Конечно, эта знать в итоге проиграла. Избежав в начале XIII века создания сильной централизованной Анжуйской империи господства плантагенетов знать лишь на полвека сохранила свою вольницу, потому что уже в конце XIII века вынуждена была подчиниться централизованному государству Капитингов в правлении Людовика Святого и особенно Филиппа Красивого. Ну и совсем обособленные независимо вели себя дальние отходы части аквитания это Оверни, Берли и Гаской. В Оверни герцогская власть была скорее номинальная чем с ним мало считались. За Борис шла борьба с Капитингами вот наряду с Вексеном это были первое красство которые Филипп Август попытался захватить у Ричарда Львиное сердце. Что касается Гаскони то Ричарду там также повезло с Семишалем им был верный ему Жоффруа Дюляссель А вот после смерти Ричерда, когда к власти пришел Иоанн Безземельный, то в правление Акритании наступил полный хаос. И к тому же племянник Иоанна Артур Герцог в Британии угрожал захватить графство Пуату. Вот, теперь пришло самое время коснуться правления Иоанна Безземельного. Это был младший любимый сын Генриха II. Он стал королем 27 мая 1199 года. Но его права на корону были сомнительны, потому что старшинство по праву было у его племянника Артура Герцога Британии. Потому что Артур был сыном старшего брата Иоанна Жофруа. Показателен диалог между архиепископом Кентербери Губертом Вальтером и Вильгельмом Маршалом, одним из лидеров знати английской. Архиепископ говорит, что по праву следовало бы помазать на царство Артура. Вильгельм отвечает, что Артур находится под влиянием Филиппа Августа. Это правда, это мы знаем из истории Британии. И вот они решают передавать корону Иоанну в обход Артура. Архиепископ Губерт не без труда получил в этом поддержку баронов, но тем не менее получил и коронация состоялась. Король Франции Филипп Август ожидаемо признал Артура наследником Федоров Тонтегенетов на территории Франции. И Артур получил также поддержку знати в Анжу Мене Турене, частично в Пуату и в Нормандии. Последовала короткая война между Артуром и Иоанном. Но вот эта война сыграет роковую роль по судьбе Анжульской империи. Сам Иоанн был плохим правителем. Мы уже в этом убедились на примере Ирландии. Птидю Таи считает, что у Иоанна был периодический психоз. То есть это был такой человек психически нездоровый. Но в роду графа Фанжу была склонность к психическим заболеваниям. Даже вот Генрих II и Ричард и Вина Сердца были подвержены приступам яростного гнева. А у Иоанна это еще сильнее появлялось. Плюс он был не способен доводить до конца начатые дела, сохранять верность своему слову. Был вздорным и легкомысленным. Периоды болезненного возбуждения очередовались с периодами депрессии. Современники считали, что на короля напустили безумие при помощи колдовства или порчи. В 1199 году в Аквитании возник конфликт между графом Ангулема Адемаром, его братом Эмаром Ликонтом Леможа с одной стороны, и знатным сеньором Угуго IX Дю Лузиньян с другой стороны, за владение графством Лямаш. Иоанн, как герцог Аквитании, подбежал Лузиньяна. А Адемар и Эмар обратились к Филиппу Агрусу, королю Франции. Конфликт тогда решили путем брака Гуго IX и дочери Адемара Изабеллы, которая унаследовала Ангулема. Но Иоанн совершил ловкий ход, как ему казалось. Он опередил Гуго и сам женился на Изабелле. В будущем, кстати говоря, после смерти короля Иоанна Изабелла выйдет замуж за Гуго X Дю Лузиньян. Это именно та история, о которой речь шла в выпуске о начале правления Людовика Святого. А в 1200 году Лузиньяны ожидаемо возмутились. Их поддержала часть баронов по Ату, откуда самые Лузиньяны происходили. Они воззвали к королю Франции Телефу Агрусу, а тому только и нужен был предлог, чтобы рассорить знать Аквитании с Иоанном. Был возбужден иск Иоанну, как герцогу Аквитании. Этот иск был подан в королевскую курию Франции. Иоанн проигнорировал этот иск. И в 1202 году королевская курия Франции присудила отнять у него феоды, как у мятежного вассала. Причем не только Аквитанию, а все феоды, в том числе Нормандию. Но на то время Филипп Август, видимо, не думал об отъеме всех плодений плантагенетов. Видимо, он хотел лишь забрать себе часть земель Нормандии, за которую он воевал еще с Ричардом Львиное Сердце. А остальные земли передать Артуру, которого собирался женить на своей дочери Малии. Артур, со своей стороны, претендовал на все владения плантагенетов. И, как вы знаете, у него на это были веские основания. И вот летом, до 1202 года, он отправился покорять Пуату. И даже вот у нас идёт замок, где находилась Элеонора Аквитанская. Но, кстати говоря, Иоанн, несмотря на все его минусы, он вовсе не был бездарным военачальником. Он переигрывает племянника и в Нормандии, и также совершает смелый маневр в Пуату. Снимает осаду замка, а сам Артур и Лузиньяны попадают в плен. Вот дальнейшая судьба Артура точно неизвестна, но есть основания полагать, что в 1203 году юношу убил либо сам Иоанн, либо его люди по приказу короля. И вот с 1202 по 1204 год Филипп Август смог покорить всю Нормандию. Во многом потому, что бароны откликнулись от короля Иоанна. Вот на стороне Филиппа Августа были феодальное право, хитрость, ум. Это был очень выдающийся государственный деятель. А также очевидная несправедливость Иоанна по отношению к своему племяннику Артуру. Иоанн же располагал изначально куда большими ресурсами и имел лучшие позиции в Нормандии. Но он проявил необычайную, необъяснимую инертность. Потеря Нормандии сделала уже процесс крушения Анжуйской империи практически необратимым. Потому что Нормандия была жемчужиной в короне Анжуйской империи. Далее 31 марта 1204 года умирает Элеонора Аквитанская, которая право владела огромным герцогством. Учитывая уже упомянутую особенность Аквитании и личностные качества Иоанна, он не смог справиться с управлением таким сложным феодального образования. На сторону Филиппа Августа перешел к тому же Сенешаль Анжу Вильгельм Дерош и также Викон Туара Эмери. В результате король Франции смог быстро покорить Анжу Мэн и восстановить контроль над Британию, которые были связаны с Анжу и Мэном общей границей. Британь он потом передаст своему кузену Петру Дедрю. Сын короля Франции, в будущем Людовик VIII, потом отберет у Иоанна также Пуату и Оверн, уже из состава собственной Аквитании. Иоанн Безземельный также совершил ряд просчетов с самой Англией, где его позиции были куда сильнее, чем на континенте. Он собирался использовать ресурсы страны для отвоевания Нормандии. И это была главная задача. Для этого он заключил союз с императором Священной Римской империи Аттоном IV и графом Тулузы Раймондом VI. Но при этом в 1205 году Иоанн неосмотрительно ссорится с английской церковью. И постепенно этот конфликт доходит до того, что папа Иннокентий III в 1208 году наложил на Англию интердикт. А в 1212 году держал низложение Иоанна и дал корону Англии Людовику, сыну Филиппа Августа. Вот Филипп Август собирает войско и флот. Иоанн тогда признает себя вассалом папы Иннокентия III. И вот лишь тогда папа запрещает короля Франции воевать с Иоанном. Кульминация борьбы Иоанна и Филиппа Августа стала на 1214 год. В котором состоялась знаменитейшая эпохальная в истории Западной Европы битва при Бувине. Но вот летом того года король Иоанн бездарно действовал в Акветании на западе Франции. Ничего там не достиг. Он даже бежал от армии Людовика, сына Филиппа Августа. А на северо-востоке во Фландрии сам король Филипп Август наносит поражение войскам императора Атона IV при Бувине. И вот, да, это ключевая битва в истории Западной Европы. После нее крах Анжуйской империи уже стал необратимым. Начался период доминирования Франции и королей Франции в Западной Европе. Иоанн Безземельный, вернувшись в Англию, встретил там огромное недовольство барона. И он был вынужден под их давлением 15 июня 1215 года подписать Великую Хартию Вольности. Это очень большая тема, о которой мы поговорим отдельно. Тем не менее, король вскоре разорвал этот подписанный документ. И этим он вызвал еще больше днев барона. Они окончательно отвернулись от него и призвали Людовика, сына короля Франции, прийти в Англию и взять корону. Значит, и Людовик высаживается. Его бароны и большинство епископов приняли хорошо. Он нашел поддержку даже у жителей Лондона. Но папа Иннокентий III отлучает Людовика от церкви. И поэтому тот не мог быть коронован. Почему? Потому что Иоанн признал себя вассалом папы. И папа поддерживал его. Людовик выжидает удобного момента для коронации. И вот в это время король Иоанн 19 октября 1216 года умирает. И тогда же, кстати говоря, примерно в то же время, не помню, в 1216 году вначале умирает Иннокентий III. А на папский престол приходит Гонорий III. Вот этот новый папа Гонорий III прилагает все усилия к тому, чтобы корону Англии получил сын Иоанна Безземельного, малолетний король Генрих III. Ну, он станет королем Генрихом III, конечно, после коронации. А вот Людовик Французский вынужден был в 1217 году уйти из Англии ни с чем. Отказаться от своих планов. Но, в общем-то, на этом, наверное, историю ранних плантагенетов мы закончим. До свидания. Продолжение следует...